Библейский портал экзегет.ру представляет Тринадцатая глава первого послания Коринфина, моя любимая глава в этом послании, вообще среди всех новозаветных посланий, да может быть во всем Новом Завете, моя любимая глава о любви. Но с чего это Павел Друг заговорил о любви? Мы все любим говорить о любви, такой предмет прекрасный. А помните, в прошлой двенадцатой главе он начал разговор о духовных дарах и упоминает особое дарование, которое для Коринфина имеет какую-то важную роль. Это умение говорить на других языках, причем там не иностранных, а скорее то, что описано в книге «Деяния», когда апостолы на Пятидесятницу обрели вдруг дар проповеди, понятный представителям самых разных народов. То ли они вдруг заговорили сразу на всех языках, то ли люди, собравшиеся там, обрели способность понимать арамейское, скорее всего, не по-арамейски говорили. Мы точно даже не знаем. И вот здесь как раз у нас с вами начинается с такого разговора о даре говорения на языках, разговор о любви. Наверное, Коринфинам было очень важно обладать этим даром. Сегодня, например, Пятидесятники на этом настаивают. И Павел им говорит, стремитесь получить наибольшее дарование. Напомню, что дар говорения языками, он упоминает в самом конце, в 12 главе, когда приводят списки этих даров. А теперь покажу я вам, какой путь наилучший. Заканчивает он 12 главу, и в 13 эта тема встает в полный рост. Пусть даже я говорю на языках человеческих и ангельских, но нет во мне любви. Я всего лишь громыхание меди, обрецание тарелок. Ну, в оркестре, да, есть эти самые медные тарелки. Ну, на них одних никакую мелодию не сыграешь. Громко, да, но даже и бесполезно само по себе. Пусть владею пророческим даром, еще одним. Пусть, ведомо мне, все тайны и все знания, вот дар, ведение. И вера моя такова, что могу и горами двигать. Павел же говорил много там о вере немощной, вере сильной. Вот очень сильная вера, как в Евангелии описано. Если иметь веру с горчичное зерно, то вот можно гору передвинуть в море. Но если нет во мне любви, я ничтожен. Вот все эти дары, пусть владею пророческим даром, пусть ведомо мне все тайны и все знания. И вера моя такова, что могу и горами двигать. Но если нет во мне любви, я ничтожен. Более того, действия, это же эпоха гонения. И христиане иногда в тюрьмах, иногда их казнят. Причем там нейрон устраивал живые факелы из христиан, освящая свой сад, обливал их горючей смесью и поджигал. И Павел даже о таком говорит, о мученической подобной смерти. Пусть раздарю все свое имущество и даже тело отдам на сожжение. Но если нет во мне любви, не пойдет мне это на пользу. Даже так. Но что такое любовь? Что только не называют этим словом. Жадность, стремление обладать, стремление делать своим. Некую такую идеологию, когда человек во имя чего-то готов убивать, терзать. Что только словом любовь не называют. И вот Павел пытается это объяснить. Как он может объяснить? Дайте определение. Любовь – это и есть там особое состояние, настроение. Нет, он говорит о качествах любви, конечно, имея в виду качества человека и действия человека, который из любви исходит. Как это работает? Как работает любовь? Любовь долготерпелива, любовь благожелательна. Она не завидует, не хвастается, не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не возмущается, не помнит зла, не радуется неправде, но разделяет радость об истине. Все она переносит, всему верит, на все надеется и все терпит. Вопрос, который очень часто задают, ну вот в личных отношениях, любишь ли ты меня, любит ли он меня. Да вот и вопрос получает ответ. А что происходит? Долготерпелив и благожелателен, да, то есть тот, кто не торопит события, тот, кто хочет добра, завидует, хвастается, превозносится, то есть ставит себя на первое место. Бесчинствует, нарушает все пределы, границы. Закон ищет своего всегда. Я, я, мне первому. Возмущается, когда не дает ему возможность кто-то это получить. Не помнит ли зло, когда что-то происходит не так. Радуется неправде. Очень часто во имя любви идут на обман, на интриги, на какие-то подлоги во имя якобы любви. Да, или разделяет радость об истине. Вот и вопрос, любит ли кто-то другого, получает свой ответ. Все переносит, всему верит, на все надеется и все терпит. Образ такого дурачка или дурочки, который всему верит, все терпит. А может быть, как раз образ крайней наивности, которая обретает крайнюю силу, что вот без любви-то это просто не получится. Что вера, надежда и терпение есть тоже какие-то свойства любви, а не просто отдельные добродетели. Что если любишь, то ждешь, когда это все получится. И дальше. Любовь никогда не иссякнет. Даже если пророчества упразднятся, языки умолкнут, те самые языки, которые так важны для коринфян. И знания упразднятся. Мы ведь знаем лишь отчасти и пророчествуем отчасти, а когда придет совершенное, тогда частично упразднится. Вот сейчас мы живем в мире, где лишь так на ощупь чуть-чуть понимаем, что происходит. Когда придет Христос, то все станет совершенно другим. И вот наше частичное неполное понимание окажется совсем непониманием в тот момент. Все будет по-новому. И он сравнивает это с взрослым человека. Когда я был младенцем, говорил по-младенчески, мыслил по-младенчески, по-младенчески рассуждал. Но когда стал взрослым, оставил младенческое. Так и мы теперь видим лишь смутное отражение. Зеркала тогда были плохого качества, в основном металлические пластины. Но однажды увидим все лицом к лицу. Теперь я знаю его лишь отчасти. Но однажды познаю так, как он познал меня. То есть вот произойдет эта встреча, когда мы будем с ним близки, когда мы будем с ним лицом к лицу. Но до нее надо как-то дожить. А как? И пребывают с нами вера, надежда и любовь. Трое их. Но больше прочих, любовь. Больше, первичнее и, можно сказать, включают в себя и веру, и надежду. Вот то, что заставляет людей жить, то, что заставляет мир вертеться. Вот это Павел называет любовью и описывает словами, которых, наверное, никто не превзошел. Хотя кто только не говорил о любви, кто только не пытался это чувство описать. 13 глава, первое послание к кремлинам. Продолжение следует...